Сегодня программа «Занимательная статистика» хочет встать на защиту обиженной, несправедливо забытой буквы ЙО. Многие считают, что буква ЙО не нужна, что она отмирает и её следует упразднить. Но давайте познакомимся поближе. Итак, краткая подноготная. ЙО – седьмая буква русского алфавита. Сравнительно молода, хороша собой, успела зарекомендовать себя во влиятельных кругах учёного света. Имеет игривый и противоречивый характер. ЙО – одна из самых известных букв русского алфавита, но, по крайней мере, самая обсуждаемая. Про неё говорят. И хотелось бы побольше узнать о её происхождении. Родилась буква ЙО в конце 18 века. Её мамой можно назвать княгиню Дашкову, руководителя Петербургской академии наук. Как-то академики обсуждали полный вариант толкового словаря. И уже было собрались расходиться по домам. Вдруг Екатерина Романовна спросила, может ли кто-нибудь написать слово «Ёлка». Учёные мужи подумали, что княгиня пошутила, но она написала «Иолка» и спросила, правомерно ли изображать один звук двумя буквами. После некоторых обсуждений на свет появилась новорождённая литера ЙО. Одним из первых в своей личной переписке стал её использовать, говорил Державин. Первое слово, отпечатанное с буквой ЙО, стало слово «всё». А первой напечатанной с её фамилией стала фамилия Потёмкин. Активно раскручивал в своих трудах букву ЙО Карамзин. И всё же долгое время её считалось отдельной буквой. Официально в азбуку она не была введена. В 1918 году был опубликован декрет, подписанный советским наркомом просвещения Луначарским, в котором было сказано признать желательным, но необязательным употребление буквы ЙО. На сегодняшний день Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации предписывает обязательное употребление буквы ЙО в случаях, когда без неё теряется смысл слова. Тоже как-то очень мудрёно. Но вот если положить руку на сердце, чисто по-человечески, есть у буквы ЙО один недостаток. Её невозможно написать безотрывно, но неудобно её писать. Возможно, здесь и кроются все её напасти. Посредством интернет-опроса мы попытались выяснить, пишут ли рассказывцы букву ЙО. Самый популярный ответ – да, это такая же нужная буква, как и остальные 32. 24% ответивших тоже пишут и уважают букву ЙО. 15% не пишут ЙО, это же необязательно. 9% лень ставить две точки, и 4% ЙО пишут только в своей фамилии. Авторы других ответов даже привели пример написания буквы ЙО – ЙОРНИЧАТЬ. Иногда ставлю, иногда нет. Когда как, но чаще всего пишу ЙО. Если письменно, то всегда пишу. Если на клавиатуре, то не всегда. Пишу, если от руки так красивее. На работе без неё никуда. Конечно, пишу. Я в Ульяновске живу. «На родине происхождения ЙО». И совсем противоположное мнение – НЕА. Из-за этой буквы потом в документах такая неразбериха. Так что её лучше вообще убрать из алфавита. Опять мнения у нас разделились. Ну а теперь идём на эксперимент. Мы подготовили ряд слов, в которых, если поставить точки над ЙО, будет один смысл. Убрать точки – смысл поменяется. Посмотрим, какой вариант выберут рассказывцы – с ЙО или без неё. Интересно, как люди прочитают это слово. В значении «головной убор» или глагол «брать» в третьем лице единственном числе. Как ты прочитаешь это слово? Берёт. Берёт, то есть это глагол. Да. Ставь точки над ЙО. Это слово означает «продвинуться вниз под собственной тяжестью» или «животное семейство лошадиных отряда непорнокопытных». Осёл. Осла выберешь, да? Животное семейство лошадиных. Да. Так. Ставь точки над ЙО. Прочитайте слово. В смысле «храбр» или «собрал веником». Прочитайте «смел» или «смёл». «Смел». То есть «храбр». Ну да. Без ЙО. Без ЙО. А это слово означает «жена короля» или «певица Наталья, подруга Тарзана». Осмотря как. Если есть фамилия Королёва, есть слово Королева. А вот мы голосуем. Вот выберите что-нибудь одно. Королёва. Певица. Да. Что означает это слово? Пропалывает или перемещение в воздухе? Полет. Полет. Ну, пускай пропалывает, значит. Или полёт всё-таки. Нет. Полет. Всё. Пропалывает. Выбираем предмет обсуждения или имя Артём ласкательно. Тема, да. Тема. Предмет обсуждения. Да. Вам написали «Хочу услышать, как ты поёшь или как ты поешь». Ваш ответ «Я ем тихо», «Я пою красиво». Как ответишь? Это за «Йо». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...